Друзья, всех приветствую на торговой сессии среды. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал ОМАРКЕТС, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и не забывайте ставить лайки. И снова напоминаю, что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный телеграмм канала Маркетс с торговыми идеями, где на ежедневной основе мы размещаем большое количество аналитического контента, дополнительно это конкретные рекомендации с техническим анализом, с фундаментальным, по разным сегментам рынков. Фондовые активы, рынок Форекс, сырьевые инструменты. В общем, есть из чего выбрать, друзья. Потому что, как и во всем, в трейдинге обязательно нужно диверсифицировать свою активность. Не нужно зацикливаться на каком-то отдельном активе. Очень много возможностей одновременно есть и по другим направлениям рынка. Ну что, сегодня тот самый отчет, который мы долгое время ждали. Отчет, которому изначально мы определили, для которого определили статус важного триггера для финансовых рынков, тоже для всех сегментов. Сегодня выйдут данные по инфляции, друзья, в США. Это релиз, который будет публикован в 15.30 по московскому времени. Инфляция — это ориентир для Федрезерва в принятии решений по процентной ставке. Процентная ставка Федрезерва для нас — это ориентир того, что будем делать с долларом. Доллар — это ориентир для всех прочих финансовых активов и для рыночных настроений. Поэтому, с учетом такой взаимосвязи, сегодня на финансовых рынках будет очень жарко. Волатильность останется повышенной, поэтому я заранее вас готовлю к тому, чтобы вы не оставляли без присмотра. Ваши сделки обязательно контролировали риски и следили за загрузкой депозитов. Риск-менеджмент, друзья, как и всегда, на вас. Индекс американской валюты остается вблизи более чем за 20 лет. 108 пунктов в моменте. Мы видим политику американского регулятора, которая по-прежнему остается крайне жесткой, способствует тому, чтобы доллар пух, как на дрожжах. И этот рост действительно тенденции, трендам сохраняется уже много месяцев подряд. Мы в свое время его верно определили и смогли на этом неплохо заработать. Друзья, я напомню, что как только индекс доллара уперся в 107 пунктов, я принял решение выйти из индекса американской валюты и сейчас наблюдаю за происходящим со стороны. Но я поддерживаю тех из вас, кто все-таки верит, что такие условия бывают редко и нужно использовать по максимуму эти возможности. Я давно принял для себя такую практику, что всех денег не заработаешь. Поэтому индекс доллара, он, конечно же, позволил заработать и довольно-таки много в последнее время. Но я попробую все-таки посмотреть за происходящим вне торговых позиций. Лучше понаблюдать за тем, как индекс доллара переживет в ближайшей неделе, будет ли коррекция. А если коррекция будет, вот впоследствии уже попробую найти новую точку входа. А что касается отчета по инфляции. По прогнозам, друзья, которые, кстати, меняются каждый день. Буквально в конце прошлой недели прогноз по инфляции предполагал рост показателей до 8,7% с 8,6%. Сейчас уже это значение 8,8%. Хотя во всех средствах массовой информации аналитики пытаются пойти дальше и обозначить, что, скорее всего, инфляция в июне выросла до 8,9%. Есть цифры и 9%. Я думаю, что 8,8-8,9% это вот те показатели, которые мы, скорее всего, увидим. Это будет подтверждением того, что инфляция достигла новых 45-летних максимумов. И это даст возможность американскому регулятору активнее действовать в плане повышения процентной ставки. Буквально за сутки до выхода отчета по инфляции пресс-секретарь Белого дома подсветила тот факт, что ожидаются очень высокие показатели по инфляции. И немного подготовила, пожалуй, общественность нас с вами к тому, что цифры будут очень интересными. Конечно же, американский регулятор обязан будет реагировать на высокую инфляцию, потому что ему нужно сохранить доверие к себе как к институту. Ну, вопросов к Федрезерву, в принципе, сейчас нет. У нас регулятор давно уже подготовил к тому, что первая очередная задача – это борьба с инфляцией. Экономический рост – это вот то, что идет как бы прицепом. Это то, что само собой разумеющееся. Но сначала нужно создать устоя, при которых цены перестанут расти. Поэтому я, собственно, месяц назад, квартал назад говорил вам, друзья, что американский регулятор точно разгонит процентную ставку довольно-таки круто, до 3,5-4% к концу этого года. И сейчас этот сценарий реализовывается. Индекс доллара также получает поддержку на страхах и опасениях за перспективу мирового экономического роста, потому что все прекрасно понимают, что если центральные банки мира наломают дров все-таки своими жесткими мерами по повышению процентной ставки, то в конечном счете мировая экономика кажется в рецессии. Международный валютный фонд, кстати, вчера понизил прогноз роста американской экономики с 2,9% до 2,3%. Я думаю, что это еще не предел. Через месяц будут уже значения ниже 2%. Поэтому, как ранее также обсуждалось, хотя мы уже пришли к выводу, что американская экономика в рецессии, я думаю, что здесь нужно просто считаться с долларом как с защитным активом, который также выиграет. Доллар является получателем всех преимуществ, которые сейчас есть на финансовых рынках. И так уж сложилось достойно конкуренции. Кто бы мог оказать какое-то сопротивление доллару среди прочих финансовых активов, сейчас нет. Нужно действовать по тренду, друзья. Если вы неплохо заработали, возможно, стоит фиксироваться. Если вы готовы рисковать, может быть, это не лишено смысла. Тем более, что риск – это благородное дело. Если, конечно же, вы ожидаете рост индекса доллара, например, выше 110 пунктов. По другим финансовым активам евро против доллара 1,0034 фактически можно говорить о значениях в районе паритета. Впервые с 1999 года мы увидели такие показатели по паре евро-доллар. Это действительно то, что позволяет нам сейчас быть свидетелями истории. В 1999 году европейская валюта была дешевле доллара. Но тогда, не нужно забывать, все только начиналось. Евро только вели, к евро привыкали. И новая финансовая система только лишь формировалась. Никто не мог изначально определить достойные показатели и реальные показатели покупательской способности. Сейчас слабость евро – это не следствие того, что к евро привыкают. Это следствие кучи экономических проблем. Во-первых, это слабая экономическая конъюнтура, рецессия, стахфляция. Во-вторых, это сомнительная позиция Европейского центрального банка, который по-прежнему тянет резину и не планирует агрессивно бороться с инфляцией, считая, что это все само собой разрешаемое в последующем времени. И доллар, который, безусловно, топит главный валютный риск. Еще, пожалуй, причина, которую я назову последней, но, может быть, по значимости, она даже на первом месте – это энергетический кризис. Потому что сегодня третий день, когда не работает Северный поток, 7 дней до восстановления его работы. И чем меньше вот этот период, когда работа газопровода должна быть восстановлена, тем больше спекуляции на тему «а что если?». Что произойдет, если объемы поставок впоследствии будут ниже? Что будет, если работа газопровода не возобновится? Что будет, если страны ЕС не смогут обеспечить необходимое количество газовых запасов в преддверии осенне-зимнего сезона, который, по мнению многих осеноптиков, может стать самым холодным за последние 15 лет? Вопросы правильные, но ответа на них пока что нет. Давайте ждать. Посмотрим, как дальше будут складываться отношения между Россией и Европейским Союзом. И то, как они действительно будут развиваться, напрямую зависит от того, возобновится ли работа Северного потока. Пока что больше рисков, больше угроз и больше причин ставить на дальнейшее снижение европейской валюты. Фунт против доллара 1.19.04. Очень сильно британская валюта просела, друзья, поэтому здесь, пожалуй, тоже дам рекомендацию тем, кто сидел в коротких позициях с высоких значений, которые я анонсировал. Пришло время уже фиксировать профит и искать, опять же, возможности в других финансовых активах. Будут, я думаю, еще поводы залезть в фунт, исходя из политической картины, но это уже впоследствии. Американский фондовый рынок S&P 3828 пунктов в моменте. Мы видим, если отчет по инфляции превысит ожидания экспертов, напомню, что это знак равно более агрессивное повышение ставок в США. Это значит то, что фондовый рынок скорректируется и, возможно, даже протестирует до конца текущей торговой сессии уровень 3750 пунктов. Золото, как мы и полагали. Распродажи продолжаются. 1725 долларов за тройскую унцию. Отток из ETF колоссальный. Самый значительный за последние два месяца. Причем вывод средства фиксируется уже на протяжении последних трех месяцев. Это значительный период времени, который говорит о том, что доверия к золоту сейчас нет. Цели прежние. Ждем теста поддержки 1700 долларов за тройскую унцию. И что касается рынка нефти, 100 долларов за баррель. Очень рассчитываю на то, что существенно ниже мы не уйдем. Но на настроение трейдеров сейчас очень сильно влияет ситуация с ковидом в Китае. Рост количества заболевших стремительный. Причем уже в практически полных локдаунах. Около 20 городов, на которые приходится от 25 до 30 процентов экономического роста страны. Надеюсь, что существенного ухудшения эпидемиологического фона не произойдет. Поэтому считаюсь, конечно же, с тем, что сейчас это влияет на настроение. Но рассчитываю на то, что проблема дефицита предложения останется все-таки превалирующей. И в итоге котировки нефти смогут выбраться на основу в район 110 долларов за баррель. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошего вам торговой сессии. Всем пока.